Итак, добрый день! Мы продолжаем. Как и обещала вам в прошлый раз, я хочу вам построить сегодня вот такую вот рубашку без нагрудной выточки. Но если на картинке нам показывает Татьяна рубашку вот такую вот 44 размера, плоский, крой совершенно без нагрудной выточки, то я постараюсь сейчас вам показать рубашечку на 50-й, 52-й размер, но взяла все-таки 50-й, потому что ожидать вот такого внешнего вида, если у нас большая грудь, нам, конечно, я повторяюсь, как в прошлый раз говорила, нельзя. Кстати говоря, можно здесь вот посмотреть то, что мы сшили с Танечкой. Посмотрите, какой пиджак. Не знаю, видно вам или нет вот здесь вот хорошо, да? У меня есть фотографии. Это очень большая грудь, очень большой баланс, очень перегибистая фигурка. Здесь размер груди примерно четвертый идет, если не больше. И вот такой вот у нас классический пиджак. В основе лежит базовая конструкция. И как у любой базовой конструкции с выступом груди, мы ввели вот здесь дополнительную выточку. Это вточной рукав. В общем-то, ничего особенного, но вот могу похвастаться и показать вам вот такие вот наши картинки. Это брючки, это пиджачок, но это все есть в соцсетях. Смотрите, вот здесь вот брюки, как они выглядят, если вам видно, конечно. Ну, я думаю, что видно вам тут не очень, потому что показывать это, поэтому показывать их вот костюм, может быть, вы можете оценить, да? Сзади по спинке. Но сегодня речь не об этом костюме. В прошлый раз просто его захватили, поэтому решила вам показать. Пиджак Таня просила сделать такой же, вот как здесь у нас, как мы обычно умеем строить. Итак, смотрите, рубашка без нагрудной выточки, 50-го размера. С чего мы начинаем нашу работу? Начинаем с технического задания. Убираем эту картинку в сторону. Итак, я вам нарисовала эту рубашечку. У нее, как мы уже в прошлый раз разглядывали, удлиненное плечо, примерно сантиметра на два идет. Здесь идет выкройка рубашечного рукава, здесь воротничок на отрезной стоечке, ступатная застежка, планочка. Настрочная, приточная, какая угодно, я бы ее гармошкой сложила прям сразу. И вот так вот это выглядит спинка. Теперь смотрите, моя задача на определенный размер это сделать. Вот эти мерки я придумываю сама. Вот меня Татьяна попросила на 50-й размер. Используя характеристики стандартной фигуры, о которых я вам и рассказывала, и описываю в книге, и везде-везде, я выбираю талию на 10 сантиметров меньше, будет 40, бедра на 4 сантиметра больше, будет 54. Вот здесь ширина груди первая 18, ну потому что я знаю, что она будет 18. Здесь 22, я тоже знаю, что будет 22, потому что я их сама придумываю, потому что куча женщин, куча фигур прошло уже через мои руки. И это мерка 10 для такой фигурки. Спинка должна быть больше, чем шига 1, пожалуйста, 19, это тоже реально. Это длина изделия. 13 плечо средненькое, 56 рукав средненький на средний рост, 30 это обычно средний обхват плеча. Меньше у 50 размера бывает, тогда ручки худенькие уже становятся. И 22, это ширина рукава внизу, тоже достаточно типичное стандартное значение. Зачем? Затем длина спинки для среднего роста, не для высокого, 42 сантиметра. А высота плеча косая у стандартной фигурки такая же, поэтому, пожалуйста, пишу тоже 42. Высота груди 28, если размер поменьше 26-27, а у 50 это может быть уже 28, потому что грудка побольше, потяжелее стала, да? Потом длина переда до талии. Если спинка у нас была 42, полочка у стандартной фигурки, у осанки, правильная, обычная, на 1-3 сантиметра больше. Взяли на 2 больше, получилось 44. И, наконец, высота плеча косая переда должна быть больше, чем высота груди, на 2-3 сантиметра. Взяли 2 сантиметра. Вот так, мои хорошие, можно придумать мерочки стандартной фигуры. А теперь нам надо придумать и выбрать прибавки. Давайте соображать, глядя на нашу картинку. Видно, что она у нас достаточно свободная по груди. Все, что будет близко к телу, это будет 1, 2, 3 сантиметра. Все, что будет больше 3 сантиметров по груди, опять же, про грудь я пока говорю, да? Это будет уже 4, 5, а то и 6 сантиметров и далее до бесконечности. Но самое среднее разумное значение возьмем цифру 5. Но это будет, предупреждаю вас, достаточно свободно и широко по груди. Потому что нам надо получить плоский крой. По талии нас не интересует прибавка. Прибавка по бедрам. Смотрите, меньше 2 сантиметров брать нельзя. Это будет практически по фигурке в такой рубашке. То есть, ну сколько? Можно взять 2-3 сантиметра. Будем смотреть, как будет получаться. У той девочки, которую мы видели на фотографии, там, конечно, прибавка по груди, по бедрам гораздо больше. Там примерно было 5-6 сантиметров, потому что она худенькая. И у нее очень большой рост. И это позволительно для нее сделать. А мы с вами рассматриваем все-таки решение этой задачи не на девочку модельной внешности, а на обычного человека, среднего роста, ну и, видите, вот уже не худенького. Да? Не знаю, что получится. Хотела сделать сначала черновик на бумаге в клеточку. Вот приготовила себе его. Потому что думаю, может быть, поправить что-то придется, еще что-то сделать. Вот посмотрела за окно, там светит солнышко. Такая редкость сегодня. Так все сложилось, мой выходной и светлый день, потому что с лампой снимать невозможно. Все плавает у меня здесь, вы ничего не разглядите. Поэтому спешу, мои хорошие, и постараюсь сейчас. Не знаю, что из этого получится. Вы не обессудьте. Я просто проживаю реальную жизнь. И если у меня возникнут определенные трудности на этом пути, я буду выходить из них на ваших глазах. А вы будете смотреть и учиться, как можно это сделать в реальной жизни. Итак, у нас есть техническое задание. И у нас есть листочек бумаги в клеточку. Первое, что мы делаем, это мы строим прямой угол с вершины в точке Н. С вершины в точке Н. Это у нас линия низа. И наверх мы откладываем середину передней половинки. Сейчас торопиться не буду. Сколько у нас получится времени, будем через каждые 15-20 минут прерываться. Просто будем идти уже в спокойном темпе, чтобы вы могли все понимать и не гнаться за моими мыслями быстро-быстро. И аккуратненько повторять, если вы решите поставить перед собой похожую задачку. А вот то, что нам Таня попросила дальше сделать, куртка на меху, другая какая-то вот у нее вещь, все они были без нагрудной выточки. Давайте попробуем сделать, объединить базовую конструкцию без нагрудной выточки и плюс рубашечный к ней рукав, удлиненный вот здесь вот на 2 сантиметра. Такой, почему я пошла на этот урок, на этот эксперимент, на эту авантюру даже, если можно так сказать, потому что именно не миксовала я, по отдельности все рассказывала, а вместе то и другое я вам не показывала. Давайте смотреть, что из этого получится вместе. Итак, от точки N вправо мы откладываем ширину сетки. Смотрим при этом на бедра. 54 прибавить 2 получится 56. Проверяем грудь. 50 прибавить 5 получится 55. Давайте возьмем 56. Можно было взять 57, потому что 2-3 сантиметра. Но я предпочитаю делать все-таки аккуратные объемы, не слишком преувеличенные, не слишком далеко отходящие от тела. Лучше подстрахуйтесь припусками во время кроя в боковом шве. Если вам покажется тесновато, вы всегда можете немножко выпустить за счет припусков. Вот, давайте возьмем все-таки 56. 56, это у нас вот эта вот точечка. Точка R2, середина спинки. Ах, ладно. 24, 25 ноября у меня. Так, выкройка у нас, это плоский крой, без нагрудной выточки. Поэтому боковой шов, я думаю, будет проходить по серединке. 56 пополам, 28. Пока его вот так вот тоненько наметим. Но что там дальше у нас будет получаться, я не знаю. Разберемся потом. Длина изделия 22 сантиметра. Поэтому вкладываем 22 сантиметра. Получится линия талии. Построили линию талии. Точка T, точка T2. Так. От линии талии вверх откладываем мерку DTP 44. 44 положили. И сразу вниз 7. Ну, здесь воротничок на отрезной стойке. Можно, конечно, 8 отложить. Давайте 8 отложим. Потом я про воротничок вернусь уже в деталях расскажу. И высота груди 28. 28. Вкладываем 28. Линия груди. Так. Строим линию груди. Г2. Г. Возьмем точку Г. Пусть будет не Г0, а Г у нас, да? Эта точка у нас А0 была. Это буква В. Горловинку строим от точки А вправо 7. 50 размер. Ну, что? 7 сантиметров, да? И получается у нас горловинка переда. Вот так мы нарисовали. Дальше. От точки Г вправо мы откладываем расстояние между центрами груди. Это 10 сантиметров. Точка С это центр груди у нас. Так. Хочу положить так, чтобы мне было удобно чертить, а вам это все было видно. Может быть так. Что я задеваю за эту бумажечку каждый раз. Ага. Ну, вот так вот, наверное. Давайте, вот так вам будет видно. Можно я вот так положу наискосок? Нет, неудобно вам. Хорошо. Пусть будет вот так. Я постараюсь уже здесь работать. Так будет, пожалуй, более удобно. Итак, от точки С, а сюда мы отложили 10 сантиметров, получилась точка С. Теперь нам все-таки циркуль нужен. От точки С, ага, мы должны мерку высоты плеча косая переда отложить. Но прежде чем это сделать, мы вот от этой точки А отложим 13 сантиметров, потому что это наше было плечо. Получается плечо 13 сантиметров. И вот сюда. И вот сюда. Отложили 13 циркуль неважнецкий. И другая мерочка, это у нас ширина плеча, высота плеча косая переда 26. 26. Вот сюда вот поставили 26. Так, и выбрали точку. О, хорошо. Значит, получилась у нас точка П1. П1. Нарисуем это плечко. Не факт, что мы оставим его здесь, П1. Пока вот так вот условно мы все с вами вот это вот находим, да? Теперь давайте найдем соответствующую точку со стороны спинки. Для этого от Т2 наверх мы должны отложить 42. 42 сантиметра вниз 2 с половинкой. И влево, 50 размер, я бы уже взяла не 7, а взяла бы почти 8 сантиметров. Да, почти 8 и беру. 7 и 7, точка С. С, это была С0, вниз С1. И получается у нас горловина спинки. Надеюсь, вам видно вот это все. Возьму жесткий карандаш. Лучше я потом обведу. Вернее, жирный карандаш будет грязно. Тоже не хочется. Теперь от точки С влево вот сюда я должна отложить длину плеча. Плеча, ага. Длина плеча у нас 13 сантиметров. И плюс посадка. Ну какая посадка в сорочечной ткани? И тем не менее, я все равно возьму хотя бы 13 с половинкой. 13 с половинкой сделаем отсюда, сюда, дуга. 13 с половинкой. То есть маленькую посадочку я все равно заложила. И высота плеча, касаясь по спинке, 42. Значит, я должна вот сюда положить 42. 42. И вот посмотрите, какая получается оказия. И вот это у меня получается. И вот это у меня получается точечка П2. Видите, насколько П2 ниже, чем П1. Ну вот по моим вот этим вот мерочкам на целых 3 сантиметра. Вспоминаем, как мы строили выкройку без нагрудной выточки. Первое, что нам нужно построить правильную пройму, чтобы точка П1 была ниже точки П2, хотя бы там на пару сантиметров. И вы начинаете здесь выполнять следующие манипуляции. Прежде всего можно выполнить перевод плечевого шва безболезненно, без всяких опасений. Со спинки на полочку на 1 сантиметр. Помните, как мы это делали? Мы на 1 сантиметр поднимали точку С под прямым углом. И на 1 сантиметр поднимали точку П2 под прямым углом. И рисовали линию плеча уже вот таким вот образом. И точка П2 поднималась повыше на 1 сантиметр. А точку П1 мы спускали на 1 сантиметр вниз. И точку А спускали на 1 сантиметр вниз. И рисовали новенькую линию плеча вот таким вот образом. И они, посмотрите, у нас уже немножко подружились. Разница у них какая? Разница уже у них чуть больше одного сантиметра, уже стала поменьше вот эта вот разница, вот эта величина. Видите как? Тоже уже хорошо. И тут у меня есть два пути. И у вас, соответственно, тоже. Я могу оставить боковой шов вот на этом месте. Просто еще немножко приподнять вот эту точку на один сантиметр, а эту точку опустить на один сантиметр. То есть как бы выполняю перемещение точек относительно друг друга. И, собственно говоря, я уже бы и добилась вот этой своей задачи. Потому что вот смотрите, уже если я эту точку еще подниму сюда, а эту сюда, то у меня получится то, что есть. Потому что двигать потом боковым швом и делать переднюю половинку длиннее задней, ну, можно, конечно, и так сделать. Но давайте сейчас мы экспериментируем и обойдемся мы без этого. Попробуем их подружить в нужном нам положении именно так, как я сейчас вам сказала. То есть эту точку я поднимаю на один сантиметр, а эту я опускаю на один сантиметр. Но точка новенькая S, она остается прежней. Получилась спинка вот в таком виде. Так. И получилась полочка вот в таком виде. Вот так получилось. То есть уже сейчас эта точечка ниже, а эта точечка выше. Почти на целый сантиметр. Ну, ура, ура, ура. Но, что еще хочется мне здесь добавить? В принципе, можно было бы уже на этом остановиться. Когда вы делаете вот такой вот уплощенный немножко крой, рукавчик у вас, видите, как удлиняется вот здесь, да? То есть это как бы базовая конструкция, немножко напоминает нам изделица на краенном рукавом, с рубашечным рукавом, или рукавом реглан, да? И чтобы не было давления вот в этой точке, я всегда добавляю вот в этом направлении как бы небольшую слабину. Даю как бы небольшую такую прибавочку на свободу облегания. То есть фактический вариант моей выкройки с плечами выглядел бы так. 5 мм добавила еще наверху, 5 мм добавила бы еще, наверное, вот сюда. И все-таки сейчас я возьму более жирный карандаш и нарисую последний результат. Так, вот, прошу прощения, этим карандашиком будет поярче вам видно, да? Ну вот, и поднимаюсь еще на 5 мм, вот они 5 мм, и поднимаю эту точку тоже на 5 мм. Вот так добиваюсь я положения вот этих вот наших точек. Так, затем я вижу, что они у нас спускаются на 1 см. Так как они, вернее, не на 1 см, а удлиняются на 2 см. Я это удлинение обычно делаю под уголочком. Посмотрите, не прямо продолжаю вот эту линию, да? А я немножко-немножко наклоняюсь, наклоняюсь на 2 см. И делаю это вот с таким поворотом. Вот так вот мы делаем. То есть делается небольшой наклон. И получаются мои конечные точки, вот она и вот она. Это немножко выше, это на спинке, давайте жирненько их напишем. Здесь P2, а вот эта точечка у нас получилась на конец P1. Вот такая манипуляция у меня выполнялась здесь. Затем боковой шов. Вот он у меня, боковой шов. Я его сейчас поярче обозначу, потому что он проходит у нас посерединке. Это боковой шов. Теперь мне нужно сообразить, где будет у меня нижний уровень проймы. Давайте посмотрим, где будет нижний уровень проймы. Для этого я обращаюсь, ну для начала, к вточному рукаву. Вот если бы у нас был вточной рукав, потому что видно, что здесь никакого углубления нет, проймочки. Он очень, это какой-то рубашечный рукав, но он очень похож как бы на вточной рукав. О, 20 минут уже времени. Так, мои дорогие, на этом разрешите мне прерваться. Что-то я немножко увлеклась. Пишите лайки, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует.